Я бы хотела начать со следующих актуальных новостей. Президент Французской Республики Макрон встретился с российским лидером Владимиром Путиным на повестке дня переговор президентов о ситуации вокруг границ Украины, а также безопасности в Европе. Российские СМИ сообщили, что переговоры Путина и Макрона уже начались. После встречи президенты проведут пресс-конференцию. Перед переговором ТТТ Путин заявил о наличии общей озабоченности России и Франции в сфере безопасности в Европе и выразил благодарность за участие в выработке решений и готовности обсуждать тему. При этом российский лидер подчеркнул, что Франция принимает фундаментальное участие в европейской безопасности, в том числе и в разработке Минских соглашений, организации нормандского формата. В свою очередь Макрон заявил о необходимости того, чтобы в вопросе европейской безопасности все повели себя ответственно и также подчеркнул необходимость диалога, выразив предположение, что сегодняшняя встреча может открыть путь к деэскалации. Известно, что завтра президент Французской Республики Минель Макрон должен посетить Украину, где он проведет переговоры ТТТ с украинским лидером Владимиром Зеленским. Сейчас на прямой связи Олексей Гончаренко, народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность». Вин нас сейчас чует, пан Олексей, привет, вас салям алейкум. Пан Олексей, чует это? Привет. Салям алейкум. Да. Чую вас доброе. Да, я тоже вас очень хорошо. Пан Олексей, каковы ваши ожидания от визита Эммануэля Макрона в Москву? А Москву действительно ли, как сказал Макрон, это может открыть путь к деэскалации? Я, как и все, мы надеемся на то, что деэскалация произойдет. И если это случится во время визита господина Макрона, прекрасно. Мы понимаем, что, к сожалению, Путин продолжает шантажировать весь мир войной с Украиной. Но это все-таки, с моей точки зрения, в первую очередь шантаж. И здесь очень важно, чтобы Запад занимал жесткую позицию. Мне не очень понравились некоторые слова Макрона перед вылетом. То, что там какие-то требования России он признает как справедливые. Мне кажется, что все требования России абсолютно несправедливые и просто вообще не имеющие отношения к нормальной жизни. Когда он хочет диктовать другим странам, куда им идти, куда им не идти. Расширяться надо, не расширяться. Мне кажется, что, к сожалению, Запад слишком долго говорил с Путиным мягко. И это и привело к нынешней ситуации. И нужно сделать выводы и начинать говорить жестко. Это единственный разговор, который понимает агрессор. Ну вот, когда мы говорим про Запад, многие аналитики и эксперты по международным вопросам уже говорят о том, что вот как такового коллективного Запада нет. Вот есть страны Старой Европы, есть страны Новой Европы. И вот число стран Старой Европы как раз входит Франция, Германия и страны, которых мы называем странами Путин-Ферштейн. Вот можем ли мы сегодня говорить то же самое про Францию, как вам кажется? Ну, Франция, да, была одна из тех стран, которые старались понять Россию. Там много сантиментов к российской культуре и истории, забывая совершенно о том, что, еще раз повторюсь, что вот как раз агрессор лица Путина понимает только силу. Поэтому мне бы хотелось пожелать президенту Макрону через ваши пиры твердости на его переговорах и общениях. Конечно, мы все надеемся, что суммарные усилия наших партнеров дадут результат. Но в этом смысле мне намного ближе и понятнее позиция США, Великобритании, которые не просто говорят, а которые помогают Украине оружием, практической помощью. И здесь все просто. Лучший способ не допустить войны, это показать, что цена этой войны для Путина будет огромной. И тогда шансы на то, что войны не будут, высоки. Потому что агрессор понимает только одно. Готовы мы, войны не будет. Не готовы, к сожалению, может быть все, что угодно. Да, но при этом Франция это страна, которая входит в нормандский формат. Это страна-участница нормандского формата. И вот ряд аналитиков говорят о том, что вот сейчас очень много опасений вызывает тот факт, что Макрон сначала поехал к Путину. И там, дескать, могут быть какие-то договоренности. Потом он приедет сюда, в Украину, попытается их навязать. У вас таких вот опасений нет? Нет таких опасений в том смысле, что это, знаете, зависит все от нас. Нам никто ничего не может навязать. Просто у украинской власти нужно занять жесткую позицию. Потому что наш национальный интерес превыше всего. Вы знаете, сегодня фактически в мире, во многих странах идет дискуссия, какой политик, какая политическая сила больше поддерживает Украину. Вот это надо помнить. И пользоваться этим моментом. И ни в коем случае не сдавать собственные интересы. А как вот пользоваться этим моментом? Ну, в хорошем смысле слова, конечно же. Вот каким образом нам... Я считаю, что Украине нужно сегодня ставить вопрос. Вот у нас такая уникальная возможность здесь. Мы сегодня просто центр политической карты мира. Так не будет длиться долго. И вот этим моментом надо пользоваться не просто для того, чтобы получить оружие, а для того, чтобы получить серьезные системные решения по нашей безопасности. План действий по членству в НАТО, статус основного союзника США вне НАТО, договоренность со странами НАТО о том, что в случае российской агрессии, ее новой волны, в небе Украины будет установлен бесполетный режим с их помощью. Потому что, к сожалению, в воздухе Россия, конечно, намного превосходит Украину. А вот на суше мы вполне способны дать боль. Поэтому вот такие системные решения нам нужны. Вплоть до списания части долгов Украину. Как вот в тот момент, когда все глаза смотрят на нас, у нас есть много возможностей. Мне кажется, что сегодня наша власть далеко не в полной мере ими пользуется. Ну вот сегодня по поводу вступления Украины в НАТО, предоставления подаче, да, мы понимаем, что наши западные партнеры выдвигают тоже свои условия, там, реформы, коррупция, победа над коррупцией и так далее. Вот сегодня временная поверенная в делах США Кристина Квин призвала ускорить проведение конкурса на должность главы специализированной антикоррупционной прокуратуры, признав, что от этого зависит, собственно, репутация президента Украины Владимира Зеленского. Вот что, на ваш взгляд, сегодня стопорит назначение главы САП и когда мы можем его увидеть? Стопорит нежелание власти реально бороться с коррупцией, потому что мы это видим. И одним из явных противников назначения главы САП является Игорь Коломойский. И такое ощущение, что Зеленский боится Коломойского больше, чем украинское общество и Байдена. Потому что уже многократные обещания и обществу, и нашим американским партнерам назначить главу САП привели к тому, что у нас полтора года уже нет главы САП, и это превратилось в какую-то бесконечную историю. Честно говоря, которая абсолютно позорит Украину, и ее нужно как можно быстрее заканчивать, потому что это просто стыдно. Ну а вот ряд аналитиков говорит, что как раз вот то, что нет заседания к воруму, а это все вот дело рук пятой колонны внутри Украины, и здесь вот видят российский след. Это вам так не кажется? Я не знаю, с чего берут эти аналитики, это очевидно дело рук украинской власти. Так не печально, но это факт. А почему? Ну может быть потому, что у нас слугу народа и народного депутата задерживают на откатах 30% за медоборудование во время эпидемии, и таких примеров, к сожалению, очень много. Поэтому власть хочет бороться с оппозицией, но не хочет бороться с реальной коррупцией. Плюс ко всему, вот сегодня, вот в тех условиях, в которых мы сегодня находимся, когда у границы Украины более чем 130 тысяч российских военных, вот очень много звучит противоречий. С одной стороны, наши западные партнеры ежедневно делают заявление о том, что Россия готовит вторжение, там раскрывают различные сценарии того, как это может произойти. А в это время главное и высшее украинское политическое военное руководство говорит о том, что ситуация контролируема, что на границах все нормально, и нет, собственно, поводов для паники, и Россия в ближайшей перспективе не готовит вторжение в Украину. Вот почему все же такой десинхрон, почему такой дисконнект? Как вы себе его объясняете, не вредит ли он нам? Конечно, вредит, но очень странно, когда нам наши власть придержащие пытаются сказать миру, смотрите, у нас тут все хорошо. Наоборот, у нас все нехорошо 8 лет. У нас оккупирован Крым, часть Донбасса, и ничего хорошего в этом смысле у нас нет. Пользуйтесь этой возможностью, а не пытайтесь убедить, что в Багдаде все спокойно. Это странная позиция, она говорит или об отсутствии опыта, или о каком-то страхе. Я, честно говоря, даже сложно мне прокомментировать, я вот сложно понимаю, почему это происходит. Ну, и в таком случае, пану Алексею, как вам кажется, вот как сейчас здраво было бы действовать Украине, если мы говорим о наших слабых и сильных сторонах? Что бы вы отметили, что является нашей слабой стороной, а что является нашей сильной стороной в нынешних условиях? Нашей слабой стороной, конечно, является то, что мы являемся жертвой агрессии. Это самое главное. Сильной стороной, потому что у нас есть общество, готовое защищать свою страну, сильной стороной нашей является сегодня внимание к нам со стороны всего мира и момент, когда никто фактически в мире не может игнорировать наши запросы. Просто этим нужно правильно распорядиться. Продолжение следует...